Новая трёхлетка, новый бюджет. Проект главного финансового документа области обсудили в Сахалинском правительстве. Доказал свою мощь. На северном въезде в Южно-Сахалинск внедорожник протаранил три автомобиля. Более тысячи пациентов прошли реабилитацию в Орале. В этом году медучреждение подводит промежуточные итоги работы. Мини-волейбол по-японски. Соревнования в непривычном формате провели среди сахалинских студентов. Проект бюджета области на 2019 год обсудили в Сахалинском правительстве. Казна получит в распоряжение свыше 130 миллиардов рублей. Большая часть денег будет направлена на социальную сферу. Все подробности в нашем первом материале. Доходы казны региона выросли по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с увеличением добычи черного золота. Экономисты подсчитали, бюджет получит больше по налогу на прибыль нефтяных компаний. Ни много ни мало на 50 миллиардов рублей. По прогнозам, в целом объем областного кошелька превысит 130 миллиардов рублей. Он по-прежнему будет социально ориентированным. Только на предоставление мер соцподдержки в следующем году планируется направить 15,5 миллиардов рублей. По этой части статья расходов будет увеличена на 402 миллиона. В сферу образования уйдет почти 28 миллиардов. Четыре потратят на строительство и реконструкцию школ в Сахалинских районах. В Корсаках, Измерных, Ногликах, Макарове, строительство школ и детского сада в селе Тунборахинского района, в селе Кировское. А также на строительство двух школ и дополнительных зданий к четырем школам и гимназиям в Сахалинске. Также в районах планируется привести в порядок социальные объекты. Это областной дом ветеранов и инвалидов, психоневрологический интернат в Кировском, пансионат для ветеранов в Корсакове, дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Ногликах и Шахтерске. На строительство либо реконструкцию выделят 750 миллионов. Большие планы у областных властей в сфере здравоохранения. В Южно-Сахалинске начнется строительство отделения 4-й поликлиники, лечебно-диагностического корпуса КДЦ. Деньги будут также выделены на приобретение зданий под размещение ФАПов в селах Песчанское, Совхозное и Чистоводное. Я хочу вам напомнить еще, что у нас еще будут публичные служения. Мы их проводим каждый год. И протокол при публичном служении у нас адрес 9-го корректировок. Основные параметры областного бюджета на 2019 год будут рассмотрены и в Сахалинской думе. Японские наработки в организации дорожного движения планируют применить на Сахалине, чтобы перенять опыт делегации из членов правительства региона побывала на Хоккайдо. Поездка приурочена к 20-летию подписания договора о дружбе и экономическом сотрудничестве. В САПОРа сахалинцы взяли на заметку светофорное регулирование, которое должно ликвидировать автомобильные пробки. Диагональный пешеходный переход. Это, я считаю, эффективный вариант использования именно в городе Южно-Сахалинске для того, чтобы обеспечить, во-первых, безопасность движения пешеходов и увеличить ее пропускную способность. Также в стране восходящего солнца сахалинская делегация встретилась с руководством строительной компании «Ивакура Констракшн». Японская сторона предложила проект реконструкции санатория «Сенегорские минеральные воды» с учетом его исторического наследия. Раньше в окрестностях располагался ансен – японский банный комплекс. Другие варианты сотрудничества связаны с реконструкцией здания японского банка в Корсакове. Предлагается сделать музей. Во время поездки в Саппоро представители сахалинской делегации также посетили новый многофункциональный центр. В рамках тех технологических решений, которые реализуются на территории Хоккайдо, безусловно, нам интересно внедрение передовых инновационных технологий и на территории Сахалинской области. Индивидуальный подход и современное оборудование помогают восстанавливаться тяжелым пациентам на Сахалине, не покидая остров. В реабилитационном центре «Аралия» в этом году уже побывали более тысячи сахалинцев. Из последних достижений молодой парень с переломом позвоночника после ДТП смог сесть. О больших и маленьких победах далее в сюжете. Ночь с 10 на 11 сентября перевернула жизнь двоих парней с ног на голову. Тимофей Гуков и Андрей Марков в Углегорском районе попали в страшную аварию. В результате получили тяжелые травмы. Экстренно на вертолете их доставили в областной центр. Месяц реанимации, теперь реабилитация. Во-первых, он стал вставать. Вот это сам он лежит. Да, начали садить, это за два месяца мы в первый раз, наверное, посадили. Первый раз мы селись. Здесь, да, это как бы, ну, уже кое-что. В коляске уже первый раз. Там в душ съездить, он не знает вообще. Помылись за два месяца. Первый раз за два месяца помылись. Цель надо только заниматься, чтобы восстанавливаться. И пойти дальше, и все. Встать на ноги. Эти маленькие победы, как считают Тимофей и его мама, результат большого желания вернуться к полноценной жизни в сочетании с внимательным уходом. Сейчас в Орале готовы оказать всестороннюю помощь сахалинцам. Вот и Андрей признается, не ожидал увидеть такой локомат на Сахалине. Это специальный тренажер для восстановления. Аппарат имитирует естественную походку человека. Возможности учреждения только за этот год уже оценили 1300 человек. Здесь сейчас мне очень нравится. Самое главное здесь внимание к инвалидам, здесь тяжелые больные. Именно эти люди нуждаются в таком лечении. Восстановление постинсультных состояний, тяжелых травм позвоночника. Я переживаю за каждого пациента. И хочется, чтобы каждый пациент получил нормальное, полноценное лечение и был доволен. Перечень медицинских услуг был расширен после реорганизации учреждения. Сейчас реабилитационный центр входит в состав санатория «Сенегорские минеральные воды». При этом все процедуры в Орале проводят бесплатно. Уникальность нашей работы в том, что у нас нет штампов. То есть нельзя применять одно и то же ко всем без исключения. Это называется индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы все сориентированы на основное решение, основной задачи. Наша цель – это помочь человеку. Заслуги коллектива высоко оценили и за пределами острова. В мае на Всероссийском форуме здравницы 2018 реабилитационному центру Орале вручили серебряный диплом. Исторический парк «Россия. Моя история» присоединился к федеральному проекту «Великие имена России». В его рамках ряд аэропортов должен получить новые названия. Среди них и Южно-Сахалинск. Об исторических личностях, в честь которых могут назвать главную авиагавань области, рассказали школьникам областного центра. Мы надеемся, что участие в этом мероприятии поможет детям узнать ближе тех выдающихся соотечественников, которые внесли большой вклад в развитие и становление Сахалинской области. Я выбрал Александра Ивановича Васильевского, потому что он служил в России, он был дважды героем СССР. Бывают храбрые солдаты, бывает нет, но мне кажется, он самый был храбрый и еще будет красивый аэропорт так звучать. Заявки на участие направило 12 школ. Занятие проходило в формате исторического квеста. По окончанию экскурсии каждый мог оставить свой голос за одного из претендентов. Итоги регионального этапа чемпионата «Обилимпикс» подвели в Южно-Сахалинске. Это соревнование по профессиональному мастерству среди ребят с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат объединил более 80 участников. Они сражались на площадках двух сахалинских техникумов. Представляли 14 компетенций. Среди них поварское, малярное, портное, издательское дело и робототехника. Мне очень понравилась атмосфера. Вообще «Обилимпикс» – это уникальный чемпионат, где дружба сотрудничает или граничит с соревновательным духом, где поддержка даже среди конкурентов. То есть, на мой взгляд, здесь вообще нет победителей или поигравших. Через месяц победители регионального этапа отправятся в Москву. Там пройдет финал чемпионата «Обилимпикс». Воспитанники детского сада «Василек» в санаторном учатся предсказывать погоду. На территории детского учреждения появилась собственная метеоплощадка. Оборудование приобрели на средства Фонда социальных инициатив «Энергия» при поддержке компании «Сахалин Энерджи». Презентацию новой площадки провели в интерактивной форме. Ребятам предстояло выполнить задание от лесовичка. Вместе со сказочным персонажем они узнавали новые факты о природе и особенностях наблюдения за погодой. Ранее «Василек» выиграл муниципальный грант «Мы и наш город», в рамках которого коллектив учреждения «Родители и малыши» благоустраивали экологическую тропу. В метеобудке в ней находится термометр и барометр. И он показывает, куда дует ветер. На юг, на запад, на восток. При помощи игрового оборудования наши воспитанники могут уже как профессионалы определять погоду, прогнозировать ее и учиться работать с этим оборудованием. В эти дни в Южно-Сахалинске проходит Дальневосточный театральный форум. Гостей принимает Центр имени Антона Павловича Чехова. Сегодня у нас в гостях Александр Агеев, художественный руководитель театра. Поговорим о том, чем событие будет интересно сахалинскому зрителям. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Стартуем все-таки не с форума, а с открытия сезона. Вот спектакль «Гроза». В интервью нашему корреспонденту вы сказали, что таких спектаклей на сахалинской сцене не было. Что именно вы имели в виду? Я имел в виду объем, я имел в виду драматологию, ту идею, которую режиссер на сцене нам продемонстрировал, какими способами и средствами выразительности он пользовался при создании этого спектакля. То есть та команда, которая приехала, постановочная, это была какая-то огромная, захватывающая сила, которая в театр вообще втянула полностью в свою постановку, в свою работу. Но там, ко всему прочему, занята большая часть труппы в том числе. Поэтому, да, я не помню такого. То есть по энергии, по подаче, по мысли, ко всему прочему, это Островский, которого перенесли на 120 лет вперед, в будущее. Поэтому, конечно, это событие грандиозное. Такого открытия сезона, это подтверждают в том числе мои коллеги по цеху, я имею в виду актерскому, да, и те критики, и гости Дальневосточного форума, которые уже посмотрели спектакль 23 октября. Ну, это, собственно говоря, Дальневосточный форум. А чем он будет интересен сахалинскому зрителю, что ждет именно зрителя? Самое главное, чего ждет и театр, и уже некоторые зрители, которые в теме, что такое режиссерская лаборатория, да, она у нас пройдет, мы начинаем во вторник, и результатом этой лаборатории режиссерской станет показ трех эскизов 23 ноября в 18.00, в 20.00 и в 22.00. Билетов практически нет, две малые формы, да, но есть спектакль, эскиз, спектакль по пьесе «Молоко» Екатерина Мамраматис, кажется. Ну, вот как раз очень много говорят о том, что эта пьеса в своем роде уникальна. Абсолютно, да, абсолютно. В чем именно главная точка? Знаете, какой-то там есть правильный бытовой абсурд какой-то, знаете, вот я тексты вычитывал перед тем, как их согласовать, будут ли они у нас в лаборатории или нет, прочитал какую-то невероятную вообще гору текстов, да. Я, как правило, они очень, как вам сказать, знаете, они грубые, они такие чуть-чуть про нас, вот так, как мы живем. Я не очень сторонник такой драматургии, потому что все-таки театр у меня, понимание другое, да. То эти пьесы, которые мы выбрали, я про две другие не могу сказать, потому что мы так втайне держим для артиста в том числе. Это одно из условий лаборатории режиссерской, да. То «Молоко», вы знаете, там какая-то там невероятная сила любви. То есть это, прежде всего, добрая пьеса. Да, да, очень-очень. Она, знаете, там сначала читаешь, ну, что тут такое там, 5-10 страниц проходит, а потом ты не понимаешь, что ты уже там, ты внутри, да, и какой-то неожиданный совершенно финал. Это очень круто, да, это мощно, это надо смотреть, да. Вот это сегодняшняя драматургия, она такой, на мой взгляд, какой-то есть переломный момент сегодня в современной драматургии, да, и она выходит на какую-то светлую сторону. Ну, там, если есть там спектакли и тексты, когда там чернуха такая, что читать неприятно, не то, что смотреть, да. Ну, и вот, и говоря о современном театральном контексте, какие творческие планы есть на будущее? Может быть, есть уже какие-то задумки, с кем конкретно из режиссера? Ну, у меня уже все сверстано, и не только на этот сезон, там, у меня ближайшие три года уже, в принципе, на карандаш расписаны, но уже ручкой и, как это, подписаны договора с режиссерами на этот сезон, который у нас 88-й, две восьмерки, бесконечность, мне кажется. Он никогда не кончится, потому что объем, который будет в этом сезоне, он, по-моему, превосходит, как бы, во всяком случае, при мне, да, все предыдущие сезоны. Мы приступаем к работе после Нового года над спектаклем «Чиполлино». Андрей Сидельников, прекрасный, из Петербурга, будет нам делать такой детский мюзикл. Ну, мы стремимся к этому, чтобы это была именно такая мюзикловая история, потому что много уже проектов мелких мы осуществили, музыкальных, и нужно уже, я понимаю, что труппа готова к какому-то большому одному проекту. И сказка, по-моему, очень хороший повод для этого. И закрываем мы сезон спектаклем «Василий Теркин». Он тоже будет достаточно музыкальный, и режиссер к нам приедет Женя Зимин, уже который с нами работал, и мы открывали его спектаклем прошлый сезон, спектакль «Хапун». Я думаю, что уже Женю Зимина знают, потому что на «Хапун» билетов практически не достать, и они пойдут на него с удовольствием. Да, я понимаю, что он сделает мне такой правильный, добрый спектакль. И с чувством юмора у него все в порядке. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. Спасибо вам. А я напомню, с нами в студии был Александр Агеев, художественный руководитель Театрального центра имени Антона Павловича Чехова. Далее наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». Четыре разбитых автомобиля и ни одного пострадавшего. В районе перекрестка Мира и Лесной не смогли разъехаться два попутных внедорожника, универсал и микроавтобус. Водитель последнего автомобиля первым принял удар на себя. Почему автомобиль не смог остановиться сразу, его водитель так и не смогла ответить. Неуправляемый джип протаранил стоявший на перекрестке Филдер, а тот, в свою очередь, ленд-крузер Прада. Все машины получили серьезные механические повреждения. Универсал покинул место аварии в кузове кран-балки. Взяли с поличным. Около села Тарана оперативники, погрануправления ФСБ и местной полиции задержали браконьеров, наладивших добычу краба. На одной из проселочных дорог они остановили внедорожник с прицепом, за рулем которого находился 53-летний сахалинец. При осмотре транспортного средства под управлением гражданина Российской Федерации в районе населенного пункта Анива обнаружено около тонны незаконно добытого краба в живом виде. Водные и биологические ресурсы изъяты, выпущены в естественную среду обитания. Следователи Анивы возбудили уголовное дело. Горе рыбакам сведят либо штраф в сотни тысяч рублей, либо лишение свободы на два года. 14-литных коттеджей на озере Большом Вавайском все-таки будут снесены. По крайней мере, такое окончательное решение принял суд апелляционной инстанции. Напомню, в мае 2016 года, после проверки природоохранной прокуратуры, все постройки на берегу озера были признаны незаконными. Вместе с тем сносить дома ответчик не торопился, обращает суд с заявлениями о предоставлении отсрочки исполнения судебных решений. В 2018 году ответчик заявил о наличии вновь открывшихся обстоятельств, которые являются основанием для пересмотра судебных актов. Вместе с тем, суды первой апелляционной инстанции не согласились с доводами ответчика, в связи с чем данные судебные акты оставлены в силе. По мнению ответчиков, попасть на берег озера отдыхающие сахалинцы все-таки могут, но только не через их дворы. Рядом есть никем не занятый участок. Такие доводы служители Фемиды аргументированными не посчитали. Чтобы цены не кусались, а качество радовало покупателей. 70 лет исполнилось Долинскому хлебокомбинату. Солидный возраст не мешает предприятию быть в курсе современных технологий и выпускать на рынок новинки. На переознащение комбинат потратил более 20 миллионов рублей, половину суммы компенсировали из областного бюджета. Производство одного из самых востребованных продуктов на Долинском хлебокомбинате ведется с 50-х годов прошлого столетия. Начинали с малого – два вида хлеба. Сейчас производство увеличилось в десятки раз. Более 60 видов продуктов, включая кондитерские изделия, печенье, пряники. Наиболее ходовые такие позиции – это, конечно же, хлеб северный с клюквой, это новое бородино. Вот сегодня северный с клюквой мы дегустировали. Это пирог с яблочной начинкой двухслойной, тоже очень хорошо продается и покупателям нашим очень нравится. Долинский хлебокомбинат обеспечивает продукции не только свой район, но и весь юг острова, а также некоторые северные районы. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции на Сахалине. Такие крупные предприятия, крупные производители с традиционными технологиями производства продукции, с объемами производства большими, конечно, для нас имеют значение с точки зрения безопасности, с точки зрения возможности наращивания объемов, если это потребуется. Долинский хлебокомбинат – это один из лидеров производства Сахалинской области. Он входит в тройку самых крупных производителей Сахалина. В юбилей хлебокомбината на производстве побывал заместитель председателя правительства. Анатолий Макоедов наградил старейших работников завода почетными грамотами. Нам важно, чтобы люди, прочитывая своего дела, всегда были востребованы и занимались тем, чем они умеют заниматься. Нам важно, чтобы молодежь шла на предприятие. Удача сделать так, чтобы еще несколько раз по 70 лет это предприятие успешно работало. Сейчас в области проходит конкурс «Сахалинское качество» и один из продуктов хлебокомбината «Батон нарезной» получил высокие оценки экспертов федерального уровня. Японскому мини-волейболу все возрасты покорны. Весной соревнуются малыши, летом школьники, а осенью студенты и те, кто старше. Главное, чтобы суммарный возраст четверых участников команды был более 170 лет. Сахалинский университет объявил День здоровья и в спортивном зале собрал 12 команд из шести районов области. Мини-формат классической игры в волейбол позволяет разместить две соревновательные площадки в одном зале. Большинство игроков – будущие преподаватели физической культуры. Привлекая студентов, приглашая их участвовать в соревнованиях, я, прежде всего, рассчитываю на то, что они будут транслировать этот опыт, уже будучи, уже работая учителями физкультуры, тренерами, инструкторами детских и дошкольных учреждений. Каждая команда должна сыграть пять игр. В числе первых на площадку выходят команды «Анива» и «Лидер». Была первая победа в «Корсакве» в 2016 год. Тоже команда была «Лидер». Капитаном тоже играли. Третий год принимаем участие. Подчинить себе мяч непросто. Траектория его полета непредсказуема. Я просто не знаю, насколько подготовлены команды. Но я знаю, что троицкая команда очень хорошо играет. И, возможно, она будет в «Лидерах». Про нее я точно знаю. Не спасает от неточных пасов и отличная физическая форма. Но, судя по игре «Анивчан», нет ничего невозможного. Со счетом 2-1 они обыгрывают команду «Лидер». В команде судейской коллегии старшекурсники. Многие имеют спортивное звание. Этот матч судил кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Мини-волейбол способствует развитию реакции. Также этот вид спорта очень подвижный. То есть он развивается как спорт. Здесь развивается как вольная борьба. Ловкость, упорство, мастерство тоже. По итогам игр первое место взяла команда «Тига» из троицкого «Серебро» у «Анивы». Команда «Лидер» забрала бронзу турнира. Японский мини-волейбол сегодня развивается не только на Сахалине. Постепенно он захватывает спортивные залы других регионов. Так что и большой всероссийский турнир может оказаться не за горами. На этом все. Выпуски программы «Наш день», а также другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok